Пока в российских регионах заканчивается вакцина, в Санкт-Петербурге отгремел праздник, породив бурное обсуждение и осуждение. В пятницу алые паруса посетили почти 40 тысяч человек. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на комитет по образованию. В других регионах России выпускные прошли в онлайн-формате, но власти Петербурга не как все. Заранее все предусмотрели, оценили риски и ввели ограничения. На праздник пускали только самих выпускников и учителей. На входе у всех измеряли температуру и проверяли наличие масок, а порядок охраняли полицейские и росгвардейцы, которых в этом году было больше, чем когда-либо за всю историю праздника. Открывал алые паруса губернатор Санкт-Петербурга Беглов. Вы на Дворцовой, и это ваша победа. Город выстоит. Россия будет сильной. Праздник состоится. Воскликнул с трибуны Александр Беглов, не обращая внимания на нарушение своих же указов о борьбе с ковидом. А в конце своей речи, по традиции, попытался ударить в морскую рынду, но веревка оборвалась. В добрый путь! Маски, без которых на праздник не пускали, все снимали сразу после досмотра. О социальной дистанции тоже речи не было. А ушлые перекупщики прямо в центре города продавали билеты на праздник всем желающим потусить с молодежью. От полутора тысяч рублей за штуку. В итоге гулял весь центр Петербурга. Но за нарушение антиковидных мер никого не задержали, кроме двух девушек, которые выступали за освобождение политзаключенных. А в Твиттере недоумевают. В Питере что, с дуба рухнули? Евро 2020, переполненные больницы, коек не хватает, люди в коридорах, а сейчас еще и фестиваль «Алые паруса». Друзья, у вас сертификат на бессмертие? Кто вчера видел, как проходили «Алые паруса» в Питере? Это пипец. Толпа народу на площади, все без масок. Город, где скорые часами стоят в очереди. Горите в аду, уроды это устраивающее. Спонсировал праздник «Алые паруса», который в социальных сетях теперь называют «Пир во время чумы» Банк Россия, который плотно ассоциируется с его основным акционером Юрием Ковальчуком. У нас в гостях Юрий Валентинович Ковальчук. Один из тех, кто оказался в санкционных списках Запада. Доктор физико-математических наук, луреат государственной премии СССР. И, кстати, человек, которого часто заочно цитируют, но редко появляющийся в публичном пространстве. В санкционных списках США Ковальчук оказался отнюдь не за свои научные публикации. В 1991 году Юрий Ковальчук уволился из физико-технического института имени Иофи и с тех пор больше по профессии не работал. В тот же год его познакомили с Владимиром Путиным и вскоре он начал свою карьеру в Банке России, а вскоре стал его основным акционером. В 1996 году группа владельцев России вместе с Владимиром Путиным учредили дачный кооператив «Озеро» под Санкт-Петербургом на берегу Комсомольского озера. Там обосновался ближний круг будущего президента Путина. Юрий Ковальчук, Андрей и Сергей Фурсенко, Владимир Якунин и другие. Сейчас среди активов Банка России национальная медиагруппа во главе с Алиной Кабаевой. В группу входят РНТВ, Известия и другие. Помимо прочего, Банк России обслуживает большую часть всех платежей за ЖКХ в стране, на чем зарабатывает до 2 миллиардов рублей в год. А в санкционный список США, о котором Ковальчук рассказывал в единственном своем интервью с Киселевым, он попал потому, что выполнял роль, цитата, личного банкира для высокопоставленных чиновников Российской Федерации, включая Путина. Конец цитаты сообщает Минфин США. А после Путин сделал в банке зарплатную карточку. Но вернемся к выпускному. Главным организатором «Алых парусов» Юрий Ковальчук является всегда. Он его создал и финансирует уже много лет. Молодое поколение не верило в собственное будущее. И поэтому мы стали думать о том, что надо сделать что-то именно для молодого поколения, в принципе, для ребят такого же возраста, как вы, в те годы. То, что должно было дать им эту веру. И обсуждались разные варианты. И действительно, как правильно сказал Сергей Удленович, мэром Санкт-Петербурга, уже в тот период была Валентина Ивановна, мы смотрели разные варианты. Идею «Алых парусов» подсказал президент России. Но мы решили его делать серьезно и масштабно. И Банк России тогда поручение дал тогда региональному, сегодня одному из крупнейших федеральных каналов, пятому каналу это исполнить. И не случайно поручение дали именно ему. Ведь в 2005 году Ковальчук приобрел пакет акций ТРК Петербург, который быстро превратился в пятый канал с сериалами про полицейских. Владимир Путин помог с деньгами, выдав пятому статус общероссийского канала с государственным финансированием в размере 40 миллионов долларов. К слову, право вести трансляцию «Алых парусов» есть только у пятого канала. Главной рекламной кампанией «Алых парусов» еще несколько месяцев назад была победа над коронавирусом. Праздником в честь окончания пандемии. Но отменять праздник Юрий Ковальчук не захотел даже несмотря на третью волну коронавируса. Они должны поверить в свое будущее. Они должны понять и поверить в величие собственной страны и в те возможности, которые она открывает. И поэтому он был слоганом. Он прочитал больше 10 лет. «Россия – страна – возможность». Получается, этот слоган тоже родился именно по «Алыми парусами»? Да, в 2005 году. А сейчас это лозунг всей страны? Это и символ победы, и символ надежды одновременно. Надежда на развитие страны в ее новом великом качестве. Я думаю, что и этот праздник примерно имел такое же значение. Символ победы одного этапа в жизни молодого человека, когда он заканчивает школу. И символ надежды на интересное будущее, полноценное будущее. Вот она новая жизнь. Вот она, да. При вступлении в новую жизнь.